дом творчество композитора в дележане в армении место конечно феноменальное тут же все были то есть есть так вспомнить те кто не были очень жалеет думаю что до 100 процентов такой британ растропович на все армянской литры кончили не только кстати композиторы были тут и ученые были и художники то есть это такой был дом искусств в каком-то смысле прекрасное место было прекрасное место она еще она и сейчас природа без людей свое берет но все-таки жалко что без людей жалко что тут конечно все так как-то заброшены и грустно вот хачатурян здесь был несколько раз насколько я знаю да по моему да он приезжал как говорят те кто помнит но он не оставался но был но был но это важно вообще все-таки хачатурян для армении фигура очень важная хотя конечно мне бы хотелось более внимательного к нему отношения есть почему-то такое мнение что он вроде как бы и и наш композитор а при этом как будто бы он вот не не до конца наш как будто какой-то он чужой такой вот почему-то есть в армянском мире к нему ощущение как не до конца к армянину что для меня очень обидно но давай я тогда как не армянин скажу что он наш в любом случае как действительно не до конца армянин имеешь право это сказать действительно вот если разобраться все же вся его музыка она все равно наполнена армянской стиле может быть там нету не так много прямых цитат хотя они есть не записал альтовую сонату даже по нему а его свита а его свита которую написал будучи студентом московской консерватории и о чем он жалел о том что я не дописал вот там же есть прям прямые цитаты из народной музыки то есть он и но вот каментас он же был очень погружен европейскую музыку дружил со многими композиторами европейскими если бы его не трагическая судьба наверное вот он сделал бы тоже очень много для известности и популяризации армянской музыки в мире но безусловно повлиял и на хачатурян конечно конечно но хачатурян нужно слушай он же сделал новые жанры совершенно открыл заложил новые жанры в армянской музыки и симфонизм и камерная музыка и ну очень много всего поэтому я до сих пор вот не могу понять вот этого такого отношения к нему двойственного ну я думаю что как раз вот то что мы сегодня в нашей передаче поговорим с учениками хачатуряна совершенно разными кстати тоже отдельная тема качатурян как педагог скажи они же все разные сейчас доступны в интернете те записи его преподавания консерватории и как он на самом деле находит разные слова разным своим студентам и как и какими они разными выросли он их не забивал абсолютно при том что как правило фигуры такого масштаба они очень яркие они влияют на других и представляешь это же то время когда помимо хачатуряна в консерватории преподавали то же самое что такое что например все до золотое время совершенно в общем мы сегодня будем говорить с учениками хачатуряна просим их как раз их мнение о армянской стиле в музыке хачатуряна представители представителями разных школ с точки зрения национальных кстати даже национально даже ведь фантастика жить они они все разных национальностей и каждая из них очень яркие в этом это то есть в общем ждем разговора присоединяйтесь к нам я думаю что будет интересно вот я вспоминаю когда я учился но это больше так сказать исходила педагога педагог иногда понимаете предлагает какие-то образцы шедевры музыкальной литературы значит вспомнить посмотреть изучить и даже подражать этому ну надеюсь на то что это подражание потом уйдет и появится свое вот я хочу сказать что это так сказать очень дискуссионный конечно метод а с другой стороны я вспоминаю себя как все-таки у меня пробивала свое и меня как-то вот ассоциации по этим не приходилось наблюдать в различных случаях как через асфальт мощный пробивает трава понимаете вот значит выходит наружу дом музей арама хачатуряна в деревне сегодня 6 июня день рождения арама ильича и мы поговорим о качатуряне вообще о музыке с двумя замечательными композиторами с учениками арама ильича хачатуряна георгсом пелецисом и телефоном шахиде я тебя поздравляю с днем рождения рождения я тебя поздравляю а с пушкиным и с пушкиным и мы вас поздравляем и с пушкиным из хачатуряна боже добрый день мы очень рады тебя видеть в нашей передаче здравствуйте здравствуйте дорогие друзья мы сразу хотим предупредить наших телезрителей как мы их называем хотя и конечно не телевидение но тем не менее что есть сложилась в нашем общении традиция что мы тебя называем по имени гоша это не значит ни в коем случае никакого понебратства с глубочайшим уважением к тебе относимся просто вот в общении с тобой для людей близких тебе всем известно что все тебя называют боже гор сегодня день рождения арама ильича 6 июня и конечно наша передача в целом она посвящена араму ильичу и ты как ученик арама ильича мы хотим поговорить и о тебе и о нем конечно да и вообще композиторстве и вообще о музыке у нас есть вопрос который мы зададим и тебе и телефону шахиде который будет твоим твоим коллегой в этой передаче о хачатуряне в какой связи с в какой плоскости не исключено то есть известно что хачатурян личность масштабная яркая очень колоритная огромная когда твой педагог фигура такого масштаба как выстраиваются отношения между учеником и учителем и чуть-чуть предвосвечая твой ответ как ему на твой взгляд удалось в своем классе создать такое количество настолько разных учеников потому что действительно все все вы не похожи друг на друг у каждого свое лицо при том что он имеет свое ярко выраженное лицо да как вот это вот удалось ему сделать и вообще как выстраивались отношения ученик учитель в его классе ну то у этого вопроса много аспектов и так одним предложением не ответишь но вот надо начать с того что мы совершенно не ощущали я могу сказать не только за себя за всех своих соучеников не ощущали вот этого величия арам и лича был очень простой человек запросто с нами общался но просто как вот как как товарищ как ну как мы понимали что наш профессор же даром и лича тюриан вот но он никогда не давал повода своим тоном там своими какими-то выражениями вот как-то почувствовать разницу так что такая доверительная обстановка это прежде всего что он о чем нужно сказать я думаю это подтвердят все кто еще остались в живых из его студентов вот а второй аспект что у арам и лича он не только давал вот надо было брать я вот здесь должен сказать что я конечно был не очень хороший студент очень пассивный я все равно его боялся я побаивался несмотря на вот на такую доверительную обстановку я конечно вот так сказать арабел вот так можно сказать а вот мои друзья они гораздо активнее пользовались вот этими возможностями общения с аром или чем он всегда говорил если нужно звоните ко мне заходите я вам сразу назначу придете ко мне я помню только один раз был вот а вот другие ребята ну не буду называть имена хотя можно было бы ничего там плохого нет очень активно пользоваться и карам или чем просто бегали почти что домой и вот показывали буквально вот каждое свое продвижение творческое что там пара так напишет бежит консультироваться так что вот это было интересно но я бы хотел сказать другое что лора мальча вообще было сложно заниматься не только потому что я был робкий студент но по разным причинам во первых он все таки много отсутствовал он много ездил как никто наверное гастролировал и не так уж часто он бывал потом собирались сразу все конечно не не было индивидуальных занятий были всем гуртом так сказать вот ну кто хочет показаться ну кто хочет то хочет у них хочет они хочет короче говоря хочу сказать что учиться у арам ильича надо было на его музыке и это не сразу понял не только и не столько даже вот в прямом контакте там вот по разным причинам не получалось так как надо а вот кто мешал братьева протитуры смотреть учиться и форме и жанру и мастерству инструментовки чему угодно гармонии вот а потом можно было пользоваться возможностью переспросить что-то почему так арам ильич вот как надо было заниматься вот так что там была своя конечно такая вот специфика надо было привыкнуть и найтись вот в этой ситуации как вот себя вести и как вот пользоваться теми возможностями которыми значит арам ильич располагал как то так а вообще он был действительно очень такой широкая натура артистическая вот то что мне лично было очень хорошо и нужно если бы занимался у других профессоров которые были чем педантичные педантичные очень там жесткими требованиями вот на завтра то то на следующее занятие то то я бы очень бы мучился арам ильич был артист 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 и он чувствовал артиста в своем ученике в своем студенте уважал это вот право на свободу право на какое-то вот неровное творчество сегодня написал завтра не написал ну что ж бывает ничего ждем вот так что такая свободная артистическая атмосфера это было то что надо это большой плюс был вот так бы я сказал этот класс московской консерватории номер 35 этот класс мне очень дорог потому что я учился сам в этом классе я помню как я приходил к николая ключом мисковскому с большим волнением с тревогой как пройдет урок приходил я в неделю раз помню однажды я сказал николай чем ничего не принес потому что у меня не неприятности и такие драматические переживания он улыбнулся сказал вот и пользуйтесь мой друг что вас переживание скорее идите писать твоя первая встреча с кучатуряном первый урок и первая оценка твоего произведения самим аромом и вичом довольно трудный вопрос мне вот так не сохранилась память вот так вот фотографически вот первая моя встреча первое занятие но я честно говоря могу подкровенчить сказать что сначала я так вот боялся этих контактов с профессором с рамом и личом что я показывал вещи которые были написаны уже до того год готовы то есть еще которые в нашем речном цимша просто положиться на то на вот то что напишу пара тактов потом что-то такое на будет продолжать я испугался я я так не решился вот поэтому я показывал часть какой-то вещи зная что у меня уже конец есть вот так я примерно вошел вот этот ритм и потом и стал чувствовать себя свободнее ну а рама леща была дежурная фраза такая вот одобряю хорошо одобряю вот и все вот вот и вся наука вот нет но я конечно преувеличиваю иногда он говорил что вот тут то так то здесь я хочу то то здесь то но очень скупо и довольно так сказать в общем таком плане а в общем то уже хорошо одобряю все продолжается вот это первое слово которое наверное от него учил слышу первую оценку и эту оценку я слышал вот все пять лет все пять курсов одобряю я помню что ты мне рассказывал про рамалича что он говорил что мелодия должна быть жирная как баранина ну было такое у меня вопрос такой сейчас уже как композитору актуально ли такое высказывание сейчас ну это просто лексикон рамалича он хотел поярше выразиться он сказал что здесь не хватает мелодии вот сделайте мелодию там помолчал так видимо хотелось как-то сравнить ему но то он так сравнение пришло ему голову жирную как баранина вот то есть какую-то сочную как вот он писал сочные вот такие мелодии да вот он хотел такого чего-то было так но я хотел тебя спросить именно сейчас вот в современном композиторстве дурацкое слово какое-то сейчас вот актуальна ли мелодия как ты считаешь я я-то знаю как ты считаешь но я хочу чтобы ты сказал остальным ну опять-таки мне не хочется здесь одним предложением отвечать да действительно я считаю что это важно если одним предложением и я без нее никуда без мелодии но дело не в этом дело в том что сейчас очень много концепции музыки вообще что такое музыка да вот каждый композитор не только пишет вещь какую-то она так или иначе отвечает на этот вопрос что такое в его понимании музыка вот и сейчас только музык который вряд ли в таком даже в общем-то и заслуживает такого название это не музыка это вот сейчас вот здесь видео арт до видео арт это аудио арт вот аудио арт дали работа со звуком акустика работа со звуком очень деревянчий хочу сказать плохого это очень интересно и нужно и это будет всегда и развиваться будет и так далее вот но это специфическое такое и там очень много направлений большинство занимается именно этим вот говорить о мелодии с ними там или чем-то таком это просто почти что оскорбление по крайней мере на тебя как на дурачка посмотрит ты очень несовременен разговариваем о мелодии а для меня вот музыка если так в одном предложении вот не столько мелодия сколько лад лад потому что много так сказать качества у звука да вот высота громкость что там длительность и тембр четыре качества да вот и все вот но это же не специфические качества музыкальные звук высота звук это не специфически музыкальное качество длительность тоже не специфически тембр тоже не специфически мало ли у какой там тембр и так ритм тоже не специфические качества вот а что специфическое качество музыки лад лад вот и для меня очень важно погружаться именно в эти сферы музыкальные, где вот эта ладовая система есть. А там, где вот этой нет, эта ладовая система, ну, все-таки это уже не музыка. Ну, то есть это, конечно, музыка – все, что звучит. Ну, давайте так договоримся тогда. Но я бы более склонен называть это видео-артом каким-то. Не видео-артом, а аудио-артом, хотел сказать. Очень хорошо, думаю, сформулировал. Гош, спасибо. Я вот в этой связи хотел спросить про Хачатуряна. А как он относился к новой для него музыке? Допустим, если студент приносил что-то для него совершенно непривычное. И если, допустим, он в этом видел какое-то зерно, ну, чисто профессиональное, качественное, мог ли он оценить это? Или, в принципе, для него какой-то новый, чуждый для него язык, он, в принципе, был неприемлемым? Вы знаете, я ни разу вот не слышал, что Барам Ильич выражал свое неудовольствие стилем. Поэтому я всегда удивлялся вот его толерантности. Вот. С одной стороны. С другой стороны, я подспудно чувствовал, когда ему это не нравится. Ему это не близко, ему это чуждо. Но он никогда не говорил, и, видимо, потому, чтобы не травмировать, так сказать, студента. Но вот так он слышит. Я помню, там вот такой был студент Глухов, не у Арама Ильича, он Николаю Петровичу Ракову на инструментовке, как-то очень неожиданно ответил. Николай Петрович ничего не давал инструментовать, все не так. Все не так. Нет, переделывать, переделывать, переделывать. Вот Глухов подходит с очередной переделкой. Раков что-то говорит, значит, не знаю, не знаю. А Глухов говорит, Николай Петрович, а я так слышу. Вот такая пауза, и все, и все, и все, и все, тем дело кончилось. Глухов победил. Так что, видимо, Арама Ильича чувствовала, что вот это, наверное, он так слышит. Ну, что же я буду ему говорить, что мне это не нравится, допустим, да, писали резко, писали очень авангардно, конечно, в те времена, это были 60-е годы, как-никак, вторая половина. Тогда все очень увлекались этими вот авангардными движениями. Я уверен, что Арама Ильичу это было чуждо, и это ему не нравилось. Но он никогда не позволял себе выразить это, чтобы не травмировать ученика. Вот это я могу точно сказать. Гошенко, ну, как мы тебе уже сказали, мы сейчас находимся непосредственно в мемориальной части Дома-музея Павлияна. Мы находимся вот прям вот непосредственно в одной из комнат этого дома. Патристика. И прям вот чувствуем его присутствие сейчас с нами. Сама идея передачи возникла у нас с того момента, когда в какой-то момент была некоторая дискуссия в соцсетях есть часть армян, которые почему-то считают, что хачатурян не армянский композитор. Мы так не считаем. Скажи, пожалуйста, вообще, на твой взгляд, что такое национальная школа в композиторстве? И справедливо ли такое понятие применительных хачатурян? Ну, мне здесь очень трудно судить, конечно, Рома Ильича и его музыку, и тем более быть судьёй в этой дискуссии. Армянская музыка – это не армянская музыка. Я только могу сказать две вещи в этой связи. Это не может не быть армянская музыка. По двум причинам. Или хотя бы по одной. Потому что одна плоскость – это какие-то внешние атрибуты, по которым мы сразу узнаём «Гамелан» какую-нибудь, русскую народную песню, или какой-нибудь азербайджанский «Маком». Прошу прощения за то, что это звучит в кабинете Рома Ильича. И так далее. Это внешняя сторона. Извини, Гошенька, но именно в кабинете Рома Ильича это, кстати, нормально звучит, потому что у него были ученики азербайджанцы. И тогда, в нормальное время, тогда это всё было… Но я хочу сказать, что есть всегда, не может не быть. Да, да, да. И никто этого не стыдится из азербайджанцев, которые учились. Национальность так или иначе впитывается с молоком матери. Не может не впитаться. И может быть очень опосредованно, очень косвенно, но она всё равно проявляется. Пускай-то мы не узнаём каких-то интонаций, мы не узнаём жанров там, но это всё равно в менталитете проявляется. В творческом менталитете, в художественном менталитете. Это не может не проявиться. Так что здесь для меня нет сомнений, что такая фигура, как Рома Ильич, как бы там дискуссионно не ставить вопрос, не может не быть армянским композитором. Хотя он, по-моему, по-армянски не говорил. Он говорил, он говорил. Он рассказывал, что он был в армянке, в Армении был как-то, и к нему, значит, чуть не католикос обратился, что-то такое. Я, значит, слушаю, киваю головой, говорю, ты, ребята, ничего не понимаю. И ничего отвечать не могу по-армянски. Я помню, это он нам рассказывал, там была такая история. Но дело не в этом. А вот дело в том, что действительно он, безусловно, армянский композитор по духу и по отношению к жизни, по отражению этой жизни и так далее, и так далее. Я в этом уверен. Да, ну, вторая часть вопроса была именно вот, что такое национальная школа. Тогда уже к тебе обращение на эту тему. Ты считаешь себя одним из композиторов, например, латышской школы? Или у тебя, например, мы, если будем говорить, там, советская школа? И вообще вот именно, я хотел уточнить именно вот про национальное, национальное. Ну да, ну, насчет советской школы я бы не говорил. Что там не такой простой вопрос, что такое советская школа. А в смысле двух моих национальностей, да, тут нечего, так сказать, скрывать. И действительно, у меня отец латыш, мать русская. Я очень хорошо к тебе вот эти две, два полиса чувствую. Я себя, когда я пишу на латышские тексты или что-то такое, соответствующей тематикой связанной, я себя ощущаю как латышского композитора. Но русская струя у меня тоже, мне кажется, есть довольно сильная. Так что такая билингвальность не только в прямом смысле, но и в смысле музыкального языка и музыкального мышления. Я думаю, тут обязательно мне свойственно. Небольшой тогда комментарий у меня есть, исходя из ответа. А вообще должен ли композитор быть обязательно национальным? Должен ли он обязательно в себе искать что-то, на что адраться? Или это не обязательно для создания какого-то своего стиля? Ну вот я могу еще раз повторить, что, может, это, конечно, не обязательно так, внешне говоря, внешне, подходя к делу. А внутренне он не может не быть. Но как человек может быть без национальности? Другое дело, что мы все знаем, приказы сейчас все смешиваются, и там две, три, четыре, там цельный коктейль, иди разбери, какие национальности у него превалируют. Это другой вопрос. Но все равно национально – это тоже часть его генов. Тоже часть его генов, как в физическом отношении, у него там генетическая структура есть, так и национальные гены там все живут. Это не может не проявиться как-то, но как это может не проявиться? Конечно, все это может быть очень опосредованно, косвенно. Это другое дело, что, может быть, там почти что анализа не поддается. Почти что. Но тонкий анализ – это уловит. Я думаю, так. Ну, я сейчас просто свои пять копеек ставлю. На мой взгляд, самые интересные композиторы для меня всегда те композиторы, которые как раз используют национальные темы, потому что это же проверено народами, веками и столетиями, как говорится. Веками и столетиями – это же то же самое. Музыкальное искусство и всякое искусство должно иметь национальную основу, национальную принадлежность. У нас есть вопросы, неожиданные, скажем так, вопросы от наших друзей и от тех музыкантов, которые очень близки и самому Георгию, и его творчество им очень близко. Мы начнем с вопроса Полины Осетинской. Дорогой Гоша, я много лет знаю вас, много лет играю вашу музыку и отношусь к вам с огромным уважением и любовью, как вы знаете или, может быть, догадываетесь. Все эти годы я удивляюсь вашему олимпийскому в некоторых моментах спокойствию, вашему философскому отношению к жизни, но тем не менее я не могу не спросить, как вам удается не вступать ни в какие полемики, ни в какие бесконечные препирательства на тему того, кто бездарен, кто не бездарен, чем занимаются многие ваши коллеги, которые сетуют на невостребованность, на то, что такой-то получил, такой-то заказ, а он бездарность и так далее. Это человеческое качество мне вас ужасно импонирует, но тем не менее я понимаю, что иногда бывает, наверное, обидно, когда вдруг вы слышите какие-то негативные отзывы коллег на вашу музыку, и, наверное, иногда возникает желание ответить чем-то. Что вам в этом случае удается сделать с собой, чтобы не встать на эту же самую ступень? Спасибо. Ну, можно ответить, опять-таки, очень коротко. Почему я такой? Потому что у меня такой характер. Вот и всё. И тут темпераменты. Есть четыре темперамента. Я, наверное, не холерик, я, наверное, не сангвиник, я, наверное, или меланхолик, или флегматик по темпераменту. Это тоже как-то налагает. А что мне помогает, вы спросили, что мне помогает быть таким, каким я есть? Отчасти Пушкин. Вот его фраза «Хвалу и клевету приемли равнодушно, и не оспаривай глупца». Вот надо почаще вспоминать эту фразу, и будет как-то полегче. Всё-таки это не кто-то сказал, а Александр Сергеевич. Гоша, прекрасно, что ты в этот день объединил Арам Ильича и Александра Сергеевича, потому что Александр Сергеевич тоже день рождения. Сегодня, 6 июня. О, я даже не знал. О, замечательно, да. Замечательно. И чувствовал, как интеллигентный человек, и чувствовал, что это так. Почувствовал, наверное, да, да, да. Но это спровоцировало Полина, спровоцировало. Я бы, наверное, не вспомнил весь без Полины. Так, теперь вопрос от Павла Карманова. Вот такая неожиданность для нас, для всех. Паша Карманов, сидя в доме Ярославской области в 200 километрах от Москвы, задаёт вопрос. Дорогой Гоша, вопрос из деревни. Скажи, как рано ты стал любить нечто вроде минимализма, и сколь твои учителя поддерживали это, если ты уже позволял себе нечто подобное в том возрасте? Вопрос от Паши Карманова. Да, да, ну, спасибо за вопрос. Ну, то что надо сказать, что учителя никак не поощряли, не отрицали, потому что в то время, в 60-е годы, я ничего такого не делал, что было похоже на минимализм. Арам Ильич, я думаю, и он не знал в то время минимализма, и никто из нас ещё серьёзно к этому не относился. Это всё-таки уже, да, минимализм уже начался, конечно, на Западе, там, Терри Райли, там, и так далее, но всё-таки вот он стал как-то экспортироваться уже вот в 70-е годы. Вот. А мне было достаточно услышать Стива Райха, вот его, я даже не помню какие первые композиции, наверное, «Музыка для 18-ти», вот, наверное, это, а, нет, «Псалмы», «Псалмы Давида», «Ты, ты, ты Хилим». Вот. Когда я понял, что это вообще одно из самых, что-то такое, такое прекрасное, что я обязательно должен как-то научиться, хотя вообще, между нами говоря, я никогда не был минималистом. Вот. Мне-то как-то, когда они знали, куда меня отнести, вот, ну, вот говорили, что да, вот минималист. Ну, какой я минималист? Ну, дай, назовите хотя бы один опус у меня. Вот. Я старался, я хотел, но мне не получалось. Вот. Я, в общем, и хотел написать хорошие минималистические вещи. Это как Паша пишет. У меня Паша пример. Вот. Это такой настоящий вот, не подражательный, а вот такой, как говорится, с человеческим лицом. Минимализм. Не как у Слева Райха. Замечательно. Что мне в этом всем нравится, это то, что как раз Паша считает твою музыку достойной подражания, а тебе нравится его музыка. Ну, вот это минимализм, которому можно учиться и наслаждаться вот как раз А, вот Дедур как раз, он мне вчера как раз, по-моему, прислал новую версию, сэмплерную версию, Дедур у него называется. У него все, много чего называется, Дедур. Ну, Дедур, ну, просто райская музыка. Райская музыка и вот минимализм, который вот позволяет добиться вот такого результата. У меня такого нет. Ну, нету точно, никто не назовет, я сам не знаю. Гошенька, минимализм это все-таки краска? Я попутчик, вот, я попутчик минимализма, как Ленин говорил. Есть, значит, это есть своя, есть попутчики, так что я попутчик. Минимализм это краска или это структура? Нет, ну, это, во-первых, это способ, я не знаю, способ отражения действительности, как говорится, так если высоким штилем. Это стиль, это стиль все-таки, это стиль, это менталитет, это образ мышления, я бы сказал, вот так вот. Вот это вот статика. Это эстетика пребывания. Это не эстетика динамики какой-то, не эстетика какой-то суеты, а эстетика пребывания. Как правило, пребывания в красоте. Вот. С очень тонкими вариациями, с очень тонкими отклонениями и развитием очень таким неочевидным. Вот. И это особая концепция времени, вот что очень ценно для меня, минимализм. Это совершенно неповторимая концепция времени. Это какая-то, в общем-то, прекрасная вечность. Вот что такое минимализм для меня. У Паши это получается, у меня нет. Спасибо, Гоша. У нас, Гоша, у нас есть вопрос от Дома-музея Хачатуряна. Да, пожалуйста. От Дома-музея от Армена Григориан, которую ты прекрасно знаешь, конечно. Да, пожалуйста. Вот. Она просила спросить, задать, точнее, сейчас ты увидишь на экране ее вопрос. Добрый день, дорогие друзья. Я рада всех приветствовать в гостеприимном доме великого маэстро. Сейчас мы находимся в одном из экспозиционных залов нашего музея, где он представлен как педагог, как общественный деятель. И на снимках за мной вы видите Араму Ильича, который работает в своем классе и в окружении своих студентов. И среди них вы можете увидеть двух изумительных красавцев, молодых, которые являются гостями сегодняшней передачи, чему я сама необычайно рада. Во время моих личных бесед с учениками, студентами его класса, в том числе и с вами, дорогие гости, я часто слышала такую фразу. Араму Ильич будет для нас не просто учителем, а учителем в более объемном, в более широком смысле этого слова. Учителем по жизни. Хотелось бы услышать от вас то основное, то важное, что вы вынесли из вашего общения, из ваших контактов, с вашим великим педагогом вне глаз. Ну вот я бы сказал, вот именно эта толерантность. Потому что очень мало я у кого это видел, может быть, даже ни у кого из моих преподавателей в консерватории, по крайней мере, и вот даже у коллег, позже уже, я вот такой толерантности, толерантным отношением к инакомыслию я не встречал, к художественному инакомыслию. А Араму Ильич демонстрировал каждый раз. Этому надо было, конечно, научиться, и я это запомнил на всю жизнь. Наверное, это главное, что я вынес. Так по-человечески. Народные инструменты в академической музыке. Есть ли недостаточность использования всех этих красок в народных инструментах, в мировой академической музыке? Есть ли какие-то еще сложности с их применением, кроме чисто технических, когда этих инструментов может не оказаться в какой-то стране, в которой просто при исполнении, допустим, симфонии Георгия Пелециса, допустим, где он использовал какие-то латвийские народные инструменты, где-нибудь, не знаю, в Боливии, допустим, они не смогут это сыграть, потому что там просто не найдется этих инструментов? Ну, в этом вопросе уже и ответ есть. Конечно, это проблема. Конечно, если я напишу, используя, скажем, наш народный инструмент котлы, это канон, допустим, армянский, а где-то его не окажется, или какой-нибудь там, ну, мало ли там каких-то специфических инструментов. Это проблема, конечно. Хотя некоторые из таких выразительных, прекрасные инструменты, чтобы мимо них пройти невозможно. Вот, например, Максим знает, у меня был опыт там, допустим, с дудуком, да? Вот. Я очень неумело написал для дудука, и, слава богу, исполнитель сообразил, взял два дудука. Потому что там были какие-то такие переходы, два разных строя. Он очень хорошо менял эти два инструмента, и так прилично прозвучало тогда в Петербурге, по-моему, да? То, что ты играл на Альте, и армянский исполнитель на дудуке. Да, но дело в том, что когда... Я просто помню, когда мы с тобой, эта тема вся обсуждалась, и мы позвонили в Гереван, и спросили у местных композиторов, не будем говорить у кого, о диапазоне, то нам просто сказали диапазон, как бы, грубо говоря, всех дудуков. Ну вот тут, да, я этого не знал. Получилось так, что когда на миссии мы решили тогда... В общем, неправильную информацию. Я бы держался, конечно, за этих рамок. Как же можно за них выходить? А получилось, что я вот для двух инструментов написал. Тут некоторая накладка. Ну, даже интересно, как пишут для флейт, допустим. Флейта он потом на пикало меняет, и альтовую флейту даже басовую берет. Так что, можно и так, наверное. Вот. Просто некоторые инструменты народные настолько яркие, конечно, только замечательные, что как-то идешь на любой риск, чтобы все-таки их использовать. И в конце исполнители тоже будут поискать их. Потому что это очень замечательно и красиво. Прекрасный ответ. Спасибо тебе большое. Ну, спасибо вам, ребята. Спасибо. Горь, спасибо большое за разговор. Я уверен, что Арам Ильич сейчас смотрит на нас и радуется. Ну, я надеюсь. Я надеюсь, да. Все пишут по-разному, но общая черта их это мастерство, это вдохновение, это народность в самом высоком смысле слова. То есть не обязательно наличие какой-то народной тела в их сочинениях, хотя я это не отрицаю тоже. А просто, чтобы писали бы так, чтобы народ воспринимал бы их музыку. Но содержательность музыки, я не признаю бессодержательную музыку. К сожалению, ее сейчас в мире очень плохо. Телефон, дорогой, добрый день. Мы очень рады, что вы согласились принять участие в нашей передаче. Добрый день. Но, честно говоря, признаемся, мы очень на это рассчитывали, потому что передача, как вы знаете, посвящена Араму Ильичу Хачатуряну, к которому у вас отношение, ну, прямо скажем, особенное. И, я думаю, что субъективное во многом. Да, ну, как и у каждого ученика, это, наверное, так. Да, сегодня 6 июня, день рождения Арама Ильича, и мы, собственно говоря, сразу хотим перейти к вопросу о нем, как о педагоге. Знаете, какой вопрос нас очень интересует? Дело в том, что не секрет, что Арам Ильич фигура выдающаяся, масштабная, мощная, яркая очень. При этом все его ученики, ну, тех, которых мы знаем, которых довольно много, кстати, заметных фигур, они все очень разные со своим лицом. То есть ни одного нету похожего на него по стилю, скажем так, ну, который был бы, вот как там, часто бывает, копии своего учительства. Да, да. Как вы думаете, как ему удалось добиться вот такого, чтобы все были разные, и как вам удалось не быть задавленным вот этой вот глыбой, вот этим масштабом? То есть вот как выстраивались отношения профессиональные в паре ученик-учитель вместе с ним? Ну, то, что я задавлен, в любом случае, это ясно. Потому что это, ну, я думаю, любой ученик так и скажет, потому что глыбы, как вы сказали, это действительно мирового масштаба, и его занятия, вот как он входил в класс, и мы, естественно, стоя его встречали, садились потом уже вокруг него, кто-то за роялем, кто-то за другим роялем, но слушали в основном то, что он говорит с каким из учеников, который наигрывает ему свое новое сочинение или эскиз, и он советует. Мы, естественно, прислушиваемся, и каждое его слово, это было значимо для того, кто показывает сочинение. Я, когда показывал, и он все время говорил о том, что я должен опираться на народную музыку, что она у нас очень оригинальна, и без этого материала ты не станешь оригинальным сам. А вокруг, говорит он, не от тех, кто присутствовал, очень много композиторов, которые сочиняют по-разному, и многие из которых не могут, допустим, выбрать какой-то основной стиль в своей, в своем творчестве. Вот примерно так вот я занимался у него и дома, он приглашал меня, и не только меня, но и других, кто хотел дополнительные занятия. Или же он был в поездке, и когда возвращался, мы могли к нему поочередно, так сказать, бывать у него в течение недели. И вот на одной из таких встреч он мне после урока своего подарил свое фото и сказал «Талиб, вот это фото делалось в Америке, и бумага никогда не пожелтеет». Так меня предупредили фотографы. я до сих пор убежден, что убедился, то есть за столько времени, которое прошло, что эта бумага не желтеет, и на которой написано «Талиб, не теряйте время». это очень памятный автограф, и я думаю, что очень ценный для меня, хотя время, конечно, берет свое, и немногое удалось сделать, тем не менее, я помню его слова, стараюсь восполнить упущенное даже в эти годы, в которых я живу сейчас, а раньше молодым я стремился и через его партитуру, и через партитуру его современников, Топрокофьев, Шостакович и самые разные композиторы на первых курсах консерватории обращали внимание молодые композиторы, студенты композиторского отделения. Вот такое. не случайно получается, что название альтогу концерта Агар переводится «если бы я не потерял время, как мне завещал Арам Ильич». Да, наверное, так оно и есть. К сожалению, не без этого. О, если бы. Талиб, расскажите, пожалуйста, вы же наверняка помните ваши первые встречи с Арам Ильичем, первый урок, и если помните, естественно, вот когда вам было первое задание, вы пришли с этим выполненным или не выполненным первым заданием, реакция Арам Ильича и вообще и ваши эмоции сейчас, ваши воспоминания. Могли бы вы поделиться с нами? Одну маленькую ремарку, мы говорили с Георгсом Пелецисом, он, кстати, просил передать вам привет большой ваш ученик. И он рассказывал, что он первые годы настолько боялся Арам Ильича и стеснялся его, что он не воспользовался практически ни разу предложением приходить домой к Араму Ильичу. То есть он стеснялся очень, боялся. Вот действительно интересно, какая была первая ваша встреча и вот первые эмоции от него? Ну, первые встречи проходили на первом курсе, естественно, в той атмосфере, в которой я присутствовал. И в те дни, мне кажется, пришла съемочная группа и снимали о нем очередной, так сказать, фрагмент к какому-то событию. Вот. Потом мы сели за рояль, и он сказал, ну-ка, пожалуйста, покажите свой материал. Я, ну, естественно, прелюдия, так сказать, и начал показывать свою рукопись. и он мне задал тот же вопрос. Это что за основа? Вот. Почему тут гармония? Вот такая, и мелодизм в таком ладе. я говорю, я использую вот разные интонации и ритмы, которые могут эту музыку сделать, может быть, более оригинальной, ну, собственно, в моем ощущении. Он говорит, правильно выдал, как я и говорил в своем вступлении. Он говорил, да, опирайтесь на музыку народную. Ваш отец, это один из основоположников, и он хорошо знает эту музыку, и вы должны опираться и на его творчество, и на народную, и самую такую муганную, которая существует в музыке, и она очень оригинально звучит именно у таджикской, у таджикских исполнителей. Ну, вот такое вот примерно воспоминание. И потом мы после занятий уходили на его репетиции. Если был в тот день концерт, или на следующий день концерт, а у него репетиция, то мы присутствовали на этой репетиции в большом зале. я, как вот уже сказал, присутствовал вместе с другими на репетиции скрипичного концерта. Тарадам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ортопианного концерта. Все это всю жизнь было у меня в воспоминаниях, и я вспоминал эти мгновения как чудо времени, в котором я встретился с таким великим устодом, скажем, у нас так мастера называют. И это незабываемо. Вот так вот. Говорят, педагогическая школа Хачетуряна, я не знаю, она есть или нету, мне кажется, учить, сочинять музыку нельзя. Можно быть другом, консультантом, и где-то даже контролером, контролировать какие-то формальные моменты произведения. В то время, когда вы вместе слушали музыку Хачетуряна, и учеников у него всегда было много, скажите, а вот реакция самих учеников на музыку Хачетуряна, какая она была? Были ли такие случаи, когда говорили, да ладно, что там он пишет одно и то же, там это все классика, вот мы авангардисты, мы там какие-то. То есть, были какие-то такие реакции, которые, может быть, им потом они бы переживали, если бы они вспомнили, что они так реагировали на это? Ну, нет, я понимаю вас, это действительно в характере молодых композиторов тогда было, и это, в общем, я до сих пор помню, что говорили композиторы по-другому, по-другим, так сказать, сочинениям многих других композиторов, которые взросли и их уже давно звучат и в кино, и на сценах и театров, и концертных. Я не разделял, естественно, этих взглядов, потому что нововенская школа, это нововенская школа, так сказать, и я особо не уделял этому времени, хотя иногда для интереса делал свои какие-то наброски и показывал им эти сочинения не как свои, а как будто бы я где-то их нашел, рукопись такую. И однажды один из них сказал, ой, дай мне посмотреть. Ну, вот, что-то вроде этого, мы друг с другом вот только так общались. А то, что на репетиции у Арама Ильича все были заворожены тем, что происходит в оркестре и в исполнении того же в ойстрах и тот же оркестр, который исполнял Спартака, Сювиты из балетов. Вот. Кстати, вот семь лет назад, так скажем, я прикоснулся еще раз, и для меня это был опять мастер-класс к стадестилетию Арама Ильича. Мне было предложено написать рапсодию, и я это сделал с огромным удовольствием, еще раз листая все его сочинения вот концертного характера и интонаций, с которыми я соприкоснулся. И опять же у меня я решил использовать дуду. но насколько мне это удалось не знаю, то есть я так знаю, что мне это все нравится, и я слушаю с удовольствием запись оркестра грузки под управлением среди скрипки вот такие вот и насколько я знаю я присутствовал концерте вас генбарданян мой однокурсник он сделал фортепиано версию да да он это сделал тоже и вместе с дживаном госпаря нам они на своем концерте исполняли ну и сослались то то что это вот сначала мое так сказать желание сделать это с оркестром но и сам дживан госпарян более свободно трактовал интонационную сферу дудуга потому что это действительно очень необычайный звук дживан госпарян известна всему миру его трактовки и вот участие в каком-то фильме это уже само собой соавторство так вот такие вот телефон вы упомянули вашего отца разговаривали говорят про хачатурян и у нас был этот вопрос мы рады что вы затронули уже немножко эту тему ваш отец действительно родоначальник таджикской академической музыки фигура очень известная легендарная для страны вот это вот сочетание хачатуряна с одной страны и вашего отца который наверняка оказал на вас большое влияние профессионально вот отношение между ними и ваше положение скажем так между ними были ли их взгляды на музыку похожие или они были очень разные да то есть вот этот треугольник скажем так два две такие величины ваш отец и хачатурян и вы как как это происходило все внутри отец для меня это конечно источник знаний специфики таджикской народной музыки источник того что в творчестве потому что эти интонации мне близки и я слушал их во время его репетиции и с оркестром и когда домой приходили певцы исполнители на разных национальных инструментов отец сам играл еще этих инструментах были разные так сказать трактовки у него и ну наверное у меня и в крови это осталось и плюс еще встреча с арамом и личом уже молодые студенческие годы это было своего рода тоже для меня как для студента и для начинающего композитора выдающимся так сказать открытиями сочетанием того что можно сделать моем было представлении как можно было сделать то или иное сочинение для какого состава для каких исполнителей вот то есть это было из из со стороны отца и со стороны конечно рама или чака с которым мы продолжали встречаться уже и после 72 года вплоть до его уходы и я присутствовал в этот день консерватории когда была панихида когда в зале присутствовал присутствовали его ученики и конечно же очень было много народу а в ложе сидел еще алексей косыгин правительство это было я почему рассказываю об этом очень было трогательно когда при последних минутах прощания с выдающейся личностью 20 века и вообще мировой классики зазвучала его музыка к маскараду то есть вальс который шокировал по моему всех и у меня лично дрожь такая по телу пробежал потому что это было очень трогательно очень сильная такая сильное решение по тому чем озвучить вот этот последний последнее его пребывание в большом зале консерватории насколько я знаю это было его это его желание я это было его завещание что это не даже должно прозвучать по моему по моему это так ну я об этом кстати не знал естественно не присутствовал при я знаю что это было тяжелое время для его близких и естественно они выполнили значит то что он пожелал талиб у нас такое начало передачи у его потом увидите мы снимали его в тележане и мы в доме композиторов разговор о том насколько 4 армянский композитор что такое национальная школа на ваш взгляд я знаю что вы учились не только у хачатуряна армянина вас до этого был педагог тоже армянин а насколько я знаю и отец вас во время учебы своей вроде тоже был один из педагогов армянин я не могу сказать что в вашей музыке слышны армянской интонации мы с вами на эту тему говорили просто я сейчас озвучу что вы просто считаете что есть определенная музыка допустим горных народов да это вот ваши слова сейчас я это я не цитату я просто потому что я смог запомнить просто она как-то сближает некоторые национальности вот но все-таки этот вопрос мне кажется вы изучали и насколько хачатурян армянский композитор во первых для вас и и насколько он при этом интернациональных что для вас быть таджикским композитором вообще можете об этом на что не сказать я на этом не акцентирую конечно внимание но то что ну допустим у меня это в крови и так далее и естественно луаром или чак от бога и и естественно кровная потому что тбилиси и значит армения вот это вот синтез этот и он стал не то что армянским композитором он стал мирового класса представляющий не только армению но всю музыку востока возможно с теми ощущениями которые нам близки и если это инструментовка оркестр и гармония которая свойственная ему то это ощущается в каждом его сочинение и как вы сказали это действительно мирового класса личность до которого многим из нас и совсем далеко телефон у нас вам есть вопросы от музыкантов которые и вас очень любят и часто вашу музыку играют и которых вы очень любите насколько вы знаете и сейчас будет вопрос от замечательной пианистки екатерины мечетиной дорогой талиб добрый день я очень рада возможности задать вам вопрос в рамках этой замечательной передачи и мой вопрос вам такой вашем творчестве изумительно сочетается академическая школа и очень яркие национальные музыкальные традиции ведь наверняка ваш профессор арам ильич хачатурян как-то затрагивал с вами вопрос баланса в этой теме он не мог вас не научить чему-то в отношении именно сочетание вот таких двух важных вещей в творчестве расскажите пожалуйста об этом спасибо большое обнимаю дорогая катя вы интерпретатор моих сочинений я очень рад услышать от вас вопрос я действительно опираюсь на разного рода так сказать интонационные неожиданные моменты восточной музыки в данном случае таджицкой но допустим в том же фортепианом концерте я услышал то что в середине может прозвучать индийская рага то есть вот тот лад который напоминает нам вот рагу и вот эту таинственность которая есть и она это екатерина прочла вместе с оркестром сначала это был александр слуцкий дирижер потом хобарт эрл и все это было очень трогательно с ее стороны так сказать ее отношение к этой партитуре и к этому к этой партии фортепианной музыки топианого концерта и затем в двух этюдах картины которые она замечательно исполнила дорогой катя я желаю чтобы мы очень скоро уже встретились на вместе с вами на других концертах где вы тоже поможете мне осуществить какие-то идеи музыкальных решений отлично следующий вопрос задает прекрасный гарнитис тоже вам хорошо знакомый и вами любимый игорь федоров дорогой талиб я рад вас приветствовать из подмосковного леса такая немножко унылая пора но конечно же очи очарования потому что все расцветает и вокруг поют птицы но сейчас не очень поют потому что идет такой мелкий осенний дождичек который очень которого очень не хватало сергей васильевичу рахмальнову когда он вынужденно покинул россию он говорил что в америке ему не хватает именно мелкого очень грустного осеннего русского дождичка вот у меня к вам вопрос чего вам сейчас больше всего не хватает в эту пору пору такой вынужденной изоляции понятно что общение с близкими понятно что вообще общение да и объятий и кого-то близкого близкого общение да все время нужно держать дистанцию и с друзьями и со всеми но вот может быть вам хочется куда-то поехать может вам хочется что-то увидеть вот прямо сейчас и чего вам не хватает для вдохновения потому что времени очень много и хочется наверняка писать и наверняка у вас возникнут новые опусы вот чего вам больше всего не хватает я вас крепко крепко обнимаю надеюсь на скорую встречу того что дорогой игр спасибо за ваше участие моих творческих успехов потому чтобы если бы не вы такие исполнители я бы так сказать мне бы было трудно мне не хватает того же чего и вам не хватает могу сказать точно потому что я например сегодня хочу вас увидеть и подумать о перспективах вот так же как и с вами дорогие ведущие чтобы что-то осуществить чтобы запланированные наши наши мероприятия концерты и концерты осуществлялись и было больше контактов конечно спасибо что мы его так можем онлайн но это долго не может продолжаться да и просто пойти попить водится с вами да в чайную такую вот такое отведывание все будет хорошо скоро уже немножко осталось и вопрос от дома музея хачатуряна который задаст директор дома музея знакомый вам пианистка армене григорян хотелось бы услышать от вас то основное то важное что вынесли из вашего общения из ваших контактов с вашим великим педагогом вне класса естественно я помню рам ильича как человека потому что он когда мы сдавали свои экзамены и зачеты он присутствие профессоров реагировал на замечание других и очень защищал нас всех вот у меня в частности и естественно это его забота стимулировать учебу стимулировать отношения студенту и студента к окружающему его миру но чисто человеческое я еще хочу напомнить другое когда я вернулся в таджикистан у меня не было своей квартиры то есть мы жили уже после свадьбы со своей супругой кульсифат съемных квартирах и он написал нашему первому секретарю письмо и сказал что если я ему напишу уважаемый джабар расулович что вы не получите квартиру а если я напишу просто дорогой джабар то вы получите квартиру такие она вышла письмо было так и написано вот и мы получили квартиру буквально за три месяца от этой даты их его написание ну и не только это потому что мы встречались с ним вот в том же дворе где сейчас стоит его памятник у него был была машина бьюик первая можно сказать в москве для того времени и мы видели как она стояла и как он потом вышел из подъезда пригласил нас шесть сесть на эту машину и сказал вот если бы не у меня не было бы разрешение на эту машину здесь то мне бы пришлось таможенную оплатить в два раза дороже я обратился к осыгину и он мне сделал быстренько эту машину привезли вот сюда который вы видите вот это после америки он так сказать привез эту машину и мы сидели за это на заднем сиденье он впереди мы с женой сидели я вам это рассказывал просто он сказал но я думал что вы брат и сестра вот нам обоим но потом добавил если бы и и сказал что быть женой композитор это ходить с петлей на шеи такое его супруга подтвердила это несколько лет этого не спросите как да ну вот такое вот смешанная теперь уже я довольно тоже таком возрасте чтобы помнить все но то что было во время учебы консерватории вообще это незабываемо и то что арам ильич был моим педагогом тоже и то что было санян основу мне преподал в этом на подкурсе а юрий григорьевич тер осипян тер осипов был приглашен к нам в республику моим отцом председателем союза композиторов в то время я вам прямо скажу я бы не состоялся потому что тер осипов заложил нас в основу такой вот понимание классики гармонии и отношения к выдающимся композитором современности и самым великолепен был своих импровизациях своих сочинениях я потом отдал отдавая ему должное издал его диски вот его воспоминания в книжке и каждый раз когда что-то пишу я обязательно напоминаю и они у меня раны и лече и фотографии всех моих педагогов андрей яключишь по это вообще просто тоже выдающийся композитор и его отношение к ученикам очень бережное было вот я у него лишь по и был чуть ли не первым учеником качетыряна да я одним из первых так сказать и я думаю что да он говорит ну вот я слушаю и музыку жипникова музыку минкова к фильмам вот кирилла волкова на авторском вечере него это тоже очень замечательные музыканты и композиторы которых которым хочется подражать в той же киномузыке и ощущение их то ли интернационной сферы своей природы композиторской национальной недавно я послушал одно из последних сочинений так вообще не говорят но георгия пелециса цветущий жасмин шикарная пьеса моего дорогого друга и коллеги георгия пелециса да 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 и при том чтобы абсолютно и то что вот я не могу сказать у нас не все и все студенты пчетыряна писали для альта вот поэтому я как музыкант не все знаю да но я вот кстати недавно узнал что у римникова есть альтово-виолочильный концерт я себе сейчас на заметочку взял и насколько получилось что вы все такие разные это именно то что не было вот этого вот диктата пиши как я тебе уговарю возьми мои это значит когда композитору педагог советую ему советую ему надо начать написать а ему и во времени мало и кто-то из студентов говорит ну ты возьми возьми произведение своего педагога и спеши это да я помню у вас что реально не заставлял анализирует свою музыку там вот смотрите вот я написал вот так и сделать такого же не было мало того он говорил открывайте себя в вашей национальной музыке да он не не давил и вот так и получились такие все яркие и разное спасибо спасибо большое и и нашим педагогам и тому времени случай как говорится где-то я читал случае это псевдоним бога то что мы поступили в консерваторию это и средней азии ноги это было действительно таким неожиданным для нет в то время вообще было по-своему ярким телефон спасибо большое за ваши воспоминания за ваши размышления замечательные слова я думаю что рам ильич был бы очень счастлив горд и доволен тем что он видел бы а я думаю что он видит конечно мы совсем мы у него вот рядом ну да я вот я вам завидую потому что арминем нас тоже приглашала меня приглашала в эти дни я сейчас там должен был сидеть и вот это да ведь сейчас мы же говорили о ночам я приехал просто так вот к вам и музей естественно именно в музее потому что эта атмосфера для меня очень ценно я мечтал мы это все еще реализуем обязательно мы вас здесь ждем вам здоровья и большое спасибо спасибо вам успехов вам успехов спасибо большое максим тебе огромное спасибо за альтовый концерт это вам спасибо за то что мы с тобой не выпив чаю пошли прогулялись и не только чаю вот 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 получилось и вот там интонация от самой есть и я всегда с грустью вспоминаю а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok